В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем последний день зимы и февраля с погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 4. А в горах до 6 градусов мороза. А днем к 19 градусов тепла. И местами 5-10 со знаком плюс. В Черкесии без существенных осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью 2,4 выше нуля. А днем 17-19 градусов тепла. Благотворительный фонд созидания к 100-летию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамук подготовили видеокнигу «Страница века». Закрытая презентация документального фильма состоялась в Республиканской филармонии. Кто выступил автором проекта и о значимости идеи, расскажет Альбина Ламкова. Хотя руководители менялись, и коллектив библиотеки, и эти руководители перенимали опыт предыдущих. Ни для кого не секрет, что библиотека является храмом знаний, а главная ее ценность – книги. Они верно служат людям на протяжении многих веков. Многие из них создают домашние библиотеки, но есть еще и публичные. Наша государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой на протяжении века стала хранителем книг, передавая мудрость веков, опыт поколений, мечты о будущем. Только здесь можно найти ответы на абсолютно все свои вопросы, познать вселенную, разгадать все тайны. Зрителями документального фильма стали сами сотрудники библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Они высоко оценили работу команды проекта. Со своей стороны, они, как и прежде, будут стараться для своих читателей. У нас профессиональный коллектив. Настолько они одухотворенно подходят к этому вопросу. У нас и каталоги, у нас и электронный каталог сейчас внедряется. У нас директор очень стремится к тому, чтобы что-то полезное сделать еще и еще в библиотеке. Фильм о библиотеке сделан дружной, а самое главное – заинтересованной командой. В ней широко представлен контекст эпохи. Идея создания такого фильма к нам с Муратом пришла в процессе обсуждения столетия Республиканской национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. И когда мы начали искать информацию об этой библиотеке, мы обнаружили, что оказывается в интернете очень мало каких-то данных, материалов. И тем более нет чего-то такого, что объединяло бы все эти небольшие отрывки об истории развития библиотеки. И вот таким образом пришла идея в голову создать фильм. Несмотря на развитие современных технологий и века цифровизации, библиотека по-прежнему остается центром культурного развития людей, поделилась Ася Байрамукова. Работа над фильмом. Было интересно знакомиться с сотрудниками библиотеки. Ты видишь их с другой стороны и видишь, что не просто это библиотека, какой-то особый мир, но у каждого сотрудника, у каждого отдела свой мир, свое видение, своя история. И очень много историй они и личных рассказывали, что некоторые тут и комсомольские свадьбы устраивали, некоторые с детских времен связаны с библиотекой. В общем, очень интересно. Созданный фильм при грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив теперь тоже станет частью истории Государственной национальной библиотеки имени Халиман Байрамуковой. Отметили на презентации. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаево, Чекесия. И заглянем в последний день февральского календаря. Сегодня день ухода зимы. Может, для кого-то грустно, ведь это время года прекрасно по-своему. И сегодня день рождения снеговика. Когда же они появились? Если верить старинному преданию, то первые снеговики изображались недобрыми, свирепыми снежными монстрами. Это не случайно, ведь в те далекие времена были безжалостные зимы с лютыми морозами. Такими на вид были и снеговики. И только в XIX веке снежные создания подобрели и вскоре стали незаменимым атрибутом зимы. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программа «Черкеская редакция». В 14.30 «Вести» Крачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok